друзья всем привет сегодня мы в жилом комплексе алия квартира площадью 49 квадратных метров работаем по нашему дизайну проекту закончили этап инженерного ремонта в этом видео покажу что у нас получилось сейчас ставлю пару референсов для того чтобы увидели что в итоге получится наши девчонки постарались удовлетворили все потребности нашего клиента дизайн получился легким и воздушным и максимально уютным и так погнали работы мы начали с разработки дизайна проекта естественно это планировочное решение далее мы идем к плану по возведению перегородок и как только план готов сразу приступаем к возведению стен стены мы строим из газобетонного блока толщиной 100 миллиметров иногда используем 75 и 50 миллиметров в зависимости от ситуации и мы уже начинаем возводить стены а проект еще доделывается вместе с нашим заказчиком это позволяет сократить сроки реализации проекта то есть мы параллелем процесс при возведении стен не забываем в районе дверных проемов использовать перемычки для этого мы берем два уголка 45 на 45 миллиметров полку вкладываем вовнутрь то есть ее можно заворачивать здесь бог самым правильным решением это делать пропил в блоке и пол по двух уголков заворачивать внутрь это позволяет нам повысить адгезию вот в этих местах также не забываем про усиление вот этих вот мест для того чтобы избежать диагональных трещин для этого мы используем фасадную базальтовую сетку при возведении стен важно учесть параллельность это у нас с вами коридор и эта стена вместе с этой должны быть параллельны потому что когда у вас будет вкладка часового покрытия если эти стены развернуты то у вас вот здесь вылезет подрезка и вы об этом узнаете только уже на финише и это уже будет поздно поэтому на этапе возведения стен максимально задайте правильную геометрию всех вещей после возведения стен приступаем штукатурки используем гипсовую штукатурку а во влажных помещениях водостойку на этапе штукатурных работ не забываем финализировать геометрию всех помещений для того чтобы ваши мебельчики потом вам сказали огромное спасибо если стены будут кривые то могут быть проблемы при монтаже замере и проектировать не забываем про углы 90 градусов особенно на на кухне то есть у нас кухонная зона здесь у нас будет стоять кухонный вернитур а также не забываем про параллельность точной этапе штукатурки стен мы финально задаем правильную геометрию помещений и вот эти стены они у нас параллельны друг другу что которые ли стены даем отдохнуть штукатурки 5-7 дней и сразу приступаем к устройству черновой сантехники вот такой водомерный узел у нас получился здесь водные экраны система защиты от протечек редуктор давления фильтра тонкой очистки магистральные фильтра коллектор на горячую холодную воду отопление мы смонтировали тоже здесь для того чтобы сэкономить место нашего заказчика и все инженерные коммуникации связаны с водой разместить в одном месте не забываем прошлом кустой как канализация это очень важно потому что когда ложишься спать везде тишина из туалета доносится свист проезжающий мимо вашего этажа воды также смонтировали систему инсталляции забыл вот здесь еще проточный нагреватель смонтировали для удобства нашего заказчика система отопления была тоже заменена и естественно когда мы меняем отопление мы делаем боковую подводку для приборов отопления потому что по умолчанию от застройщика хромированные трубки идут из пола и когда вы укладываете что и покрытие приходится здесь вот все это вырезать потом замазывать заглушки ставить поэтому самое правильно ставить г-образные трубки рехалу делать подводку к отопительному прибору и стены и убирать легче и эстетически это смотрится намного круче как только закончили сантехнику сразу приступаем черновой электрики вот такой электрический щит это у нас силовой а здесь у нас слаботочный все это потом спрячется за мебелью и этих коммуникаций будет не видно а доступ будет максимально быстрый электрику мы делаем потолку серый паваха гофре напишите пожалуйста комментариях насколько это правильно кабель мы используем в вг-мг-лс 3 на 2 с половиной розетки и 3 на полтора на освещение производитель кабеля concord он держит качество поэтому мы используем этот кабель для того чтобы объекты были максимально безопасными посмотрите какое количество электро точек на кухне и если вы будете делать штробы горизонтально либо под 45 градусов ваши мебельщики обязательно попадут при монтаже кухонного гарнитура поэтому штробы должны быть строго вертикально либо вниз либо вверх как вы это видите у себя на экране на кухне у нас будет стоять отдельно стоящий стол и у к нему необходимо подвести розетки мы естественно вывели розетку по полу и стяжки поставили такой специальный прибор для того чтобы подвесить кабель да и сделать стяжку и розетка не упала туда в цементный раствор это называется венчик можно прям использовать такую конструкцию мы не будем ее патентовать закончили работы по инженерии приступаем к устройству полусухой стяжки она делается за один день очень важно после того как ее сделали накрыть пленкой и в течение пяти-шести дней проливать ее водой при этом все время держать накрытой это делается для того чтобы максимально напитать раствор водой при наборе прочности цементно содержащие растворы выделяют большое количество тепла если воды мало то раствор не наберет ту прочность которая была изначально необходима поэтому проливаем водой держим под пленкой и так в течение пяти-шести дней на этом объекте специально не подрезали демпферную ленту и слой шума нет после того как стяжка выполнена при помощи малярного ножа подрезаем и демпферную ленту и слой шума нет и уже на финише перед укладкой чистого покрытия проходим эти стыки при помощи виброизоляционного герметика на что стоит обратить внимание на этап инженерного ремонта первое это плоскости стены пол у вас должны быть ровные если у вас потолок из гипсокартона то потолок тоже должен быть миллиметр в миллиметр это позволяет избежать и перерасхода последующего материала для отделки а также избежать всяких проблем при монтаже мебели следующий момент это электрика здесь должно быть все четко если у вас не будет работать какая-то розетка потом что-то переделать доделать будет максимально проблематично естественно все проблемы вылезают уже тогда когда вы хотите заехать квартиру и ремонт полностью готов как вариант вы можете монтировать самые дешевые розетки выключатели после того как смонтировали черновую электрику и проверять как у вас работает электрика в квартире можно приехать посмотреть как организовано освещение добавить какую-то розетку сместить либо выключатель добавить потом когда у вас уже стены покрашены сделать это будет очень тяжело и дорого сейчас это ничего не стоит это можно сделать максимально быстро следующий важный момент это сантехника от качества воды зависит и ваше здоровье и срок службы вашей бытовой техники если вода будет плохая то естественно бытовая техника в скором времени выйдет из строя поэтому качеству воды нужно уделять особое внимание вот так выглядит этап инженерного ремонта в жилом комплексе алия все ваши вопросы пишите пожалуйста комментариях либо по номеру цап который оставлю в описании к данному видео спасибо что досмотрели роли до конца всем пока